Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева, награда. Да, и мы вчера говорили о том, как важно, чтобы наши дети получали самое первое, второе, третье благословение. То есть зачатие в нашем и рождении ребенка, это воспринималось именно так, награда. С самого первого, с самого первой минуты, когда мы знаем, что у нас будет ребенок. И дальше нам тоже очень нравятся такие слова. Одна хорошая мать стоит сотни школьных учителей. В доме она служит магнитом для всех сердец и полярной звездой всех голоснов. Ну, совершенно такое поэтическое, потрясающее определение хорошей матери. Ну и дальше такое вот очень обширное такое видение. Первое, что мама оказывает огромное влияние на детей. Ну, это постулат, с которым спорить как бы и нет смысла. Маму невозможно заменить. Нас, женщины, можно заменить ее угодно. Вот мы считаем себя совершенно незаменимыми. Она незаменима певица в хоре. Смирно все является. Нет незаменимых певцов. Да, может какое-то время хор будет пить чуть-чуть похуже, потом найдется сам, который ее заменит. Незаменимый руководитель. Ничего подобного. Уйдет она, да, какое-то время будет трудно этой компании, но со временем найдет человек, который ее заменит. Вот где угодно маму заменить можно. В семье практически невозможно. То есть это может быть женщина, которая, ну, функционально маму заменит. Но маму, вот, это именно мама, в большей буквы, она не невозможно. Дальше, В. Женское восприятие формирует понимание, а женское воспитание формирует понимание материнства. Женское воспитание. Закладывает очень многое именно в последующие потомства, как наши дети будут воспринимать маму, и какими они заменят маму. Итак, следующее, материнство – это задача выполнимая. То есть многие, вот, мамы, которые говорят, вот, вы знаете, я вот, там, так мне трудно было, так в моей жизни все сложно. Вот вчера я рассказывала про вот эту девушку, которая вот такая несчастная, ну, что из меня теперь взять, вот, я замуж, что я не хочу, детей-то я больше не хочу, да. И, в общем-то, вот такая женщина, и таких женщин много, которые, будем так говорить, разочаровались в себе. Есть мамы, которые разочаровались в себе. Вроде бы растят детей, а, ну, не такие дети получаются, как бы им хотелось, да. Вот, и тут надо знать, да, конечно, нужно проанализировать свои ошибки, извлечь уроки, но знать, что быть хорошей матерью – это задача выполнимая. Потому что Бог перед нами не ставит невыполнимых задач. Просто нужно извлечь уроки, и потом уже идти дальше, и жить. Жизнь продолжается. Дальше материнство – это высокое и святое призвание. Хотя вокруг мы, что слышим, видим, что женщина – это женщина. Вообще, какой сейчас идеал женщин нам рисуется во всех современных фильмах? Женщина, преуспевающая в карьере. Женщина, преуспевающая в своей внешности. Ну, в общем, не женщина, а вообще супер, да, супермодель. Супермодель, да еще преуспевающая в карьере. Идеальная хозяйка, идеальная жена, идеальная мать. Так вот, это миф, которого не бывает. То есть в любом случае, любой женщине рано или поздно нужно какие-то ставить в своей жизни приоритеты. И то, что материнство – это высокое и святое призвание, и именно это должно быть приоритетным в ее жизни, это нужно понимать. Потому что иначе материнство будет в загоне. Все остальное вытеснит из жизни женщины вот это вот высокое призвание. Дальше. Материнство часто обществом недооценивается, да? Я никогда не забуду, как было в моей жизни такое время, когда я работала в школе. И я почувствовала, что, знаете, наступило такое присыщение. Ну, не то, что присыщение. Я устала вот. Десять лет в одной и той же школе. До этого у меня были… Тоже я работала, значит, в других школах. В общем, 15 лет была моя, так сказать, работа в школе. Я просто почувствовала, что мне просто надо отдохнуть. Я больше не могу. Вот. Где-то поработать в другом месте. Ну, и меня пригласили работать в школу милиции. Но я поставила такое условие, которое я когда-то уже еще в школе начала выполнять его. Я сказала, знаете, я буду у вас работать, если… Я буду работать в первую смену, чтобы когда дети приходят домой, я должна быть дома. И мое рабочее время должно быть так распределено, чтобы я работала не больше трех дней в неделю. Вот. Ну, мое имя как преподавателя уже достаточно как бы работает уже на меня. То есть уже как бы на мои условия работодателя идут. Вот. И мне сказали, да-да-да, Надежда Николаевна, все, вот как сказали, все, работайте у нас вот на ваших условиях. Вот. И буквально вот 1 сентября наступает, я уже из школы уволилась. Я уже знаю, что 1 сентября я иду вот в школу милиции работать. И буквально 31 августа вечером звонит директор вот этой школы милиции, говорит, Надежда Николаевна, вы простите, но у нас буквально сегодня все переигралось. Вот то здание, где мы должны были заниматься, нам отказали в аренде, и поэтому будем заниматься там в совершенно другом месте. И там у нас не получается в одну смену. Поэтому вот ваш курс, где вы должны преподавать, вы будете учиться во вторую. Я говорю, ну тогда я у вас не работаю. Простите, но как бы это вот одно из моих самых основных условий. Я должна после обеда быть дома. Ну, мы извинились друг перед другом. Все, я осталась без работы. Я могла вернуться в школу, потому что меня директор, отпуская меня, сказал до сих пор, кстати, в той школе, мне говорит, Надежда Николаевна, вот придете, сразу прям берем на всех условиях. Я могла вернуться. Но я знала, что уже всю мою нагрузку распределили между другими учителями. То есть это нехорошо забирать у других людей хлеб. Потом я даю определенную работу завучу, которая составила расписание. Я знаю, что если сейчас вернусь, я, ну, проблем создам. Ну, Миша, говорю мне, что делать. Он говорит, посиди, говорит, дома. Отдаст мне в конце концерта. В год. В конце концерта у тебя есть частные ученики, у тебя есть там работа в фирме. Ну, без школы. Побудь вот. Думаю, ну, ладно. И вот я дома. Проходит неделя. Наши дети приносят из школы. Ну, знаете, сейчас же в школах везде дают такие анкеты. Кто мама, кто папа, где работают. И вот, значит, они заполняют. Папа, начальник отдела прессы, там-то, там-то. Все его регалии, да? Рабочий телефон, все. Мама, мама, что про тебя писать? Вот они, знаете, такие. Я говорю, пишите, домохозяйка. Вы бы видели недоумение на глазах моих детей. Мама, вообще, преподаватели высшей категории, столько регалий, и они, значит, они должны писать просто домохозяйка. Мама, да ты че? И вот, когда они так сказали, мы поняли, и Миша, и я, мы поняли, что мы не то практически вложили в наших детей. Понимаете, они недооценивают вот эту вот мою роль как мамы в семье. Для них в данном случае важна была мама с регалиями. Понимаете, им стыдно писать, мама домохозяйка. Ну, пришлось так хорошо побесить. Вы с ними объясните им, что, в общем-то, это нормально. И я имею на это право, и они счастливы тем, что, ну, наконец-то, мама на первое место поставила себя как мама. Ну, правда, мне долго не пришлось быть домохозяйкой. Я думаю, ты понимаешь, что это было, наверное, испытание для нас, и, в общем-то, урок, который мы извлекли, потому что буквально через две недели мне позвонили из университета, и вот на моих условиях мне там предложили работу, и все нормально. Но вот этот вот месяц, который я была безработной, это был очень хорошим уроком для всей нашей семьи. Что, в общем-то, вот эти вещи надо вкладывать в наши детей и объяснять. Само понимание не придет, потому что общество материнства недооценивается, а наши дети растут в обществе, где оно недооценивается. Все. И здесь наши это впитывают в себя. Дальше. И последнее. Важно осознать, что вы как мать не всесильны. Это вот тоже введение. Вы знаете, вот мы говорили о том, что женское восприятие себя напрямую зависит от того, какие у нее дети, насколько они успешны. Я никогда не забуду. Вот Настя, было два года, она ослепла. На один глаз у нее одна десятая процента зрения, на левый глаз вообще односотая. То есть ребенок рассматривал картинки вот так близко-близко поднеся к глазам. Она у нас практически ослепла. Вот вы представляете, что я пережила. Миша, он как мужчина. Так, что будем делать, где будем лечить, куда едем, тоже принимаете решение. Он был в то время офицером в армии, хорошая карьера у него шла. Так, все, я увольняюсь, мы едем лечить ребенка, потому что там, где мы жили, это нужно отдавать в специальный интернат. Это значит, у нас двухлетний ребенок будет сиротой за 200 километров от места, где мы живем. Нам надо ехать в Самару, там хорошая клиника, все. То есть он принимает решение, как мужчина. Я же, у меня голова вся вот на бекрень просто сдвинулась. Где я могла упустить? Как так получилось? Может быть, она у меня упала головой и стукнулась у меня из-за этого. Ах, я не досмотрела. Может быть, вот тогда на каруселях она крутилась, вот у нее вот тогда это сдвинулось. Понимаете? То есть начинаешь себя выискивать свои собственные какие-то вот... То есть такое ощущение, вот если бы я была всесильна, этого бы не случилось. А я вот такая не всесильная, и я виновата в том, что с моим ребенком это произошло. Вот надо осознать, что не все нам подвластно. И не может быть нам все подвластно. В общем, удивительно, когда приходишь к врачу, он говорит, что у вас ребенок не падал, ничем не болел. Как такое вообще у нас будет? Да, ну, представляете, я пришла к врачу, и такие вот вопросы мне задали. И что этот врач у меня вселил? То, что мой ребенок падал, то, что он чем-то болел, и теперь он слепой. Это прямая, в общем-то, моя вот проблема, что сейчас у меня ребенка слеп. В общем, это давление вообще было страшно. И вот это вот осознание, что я не всесиленную, что я не могу все проконтролировать в этой жизни. И большим уроком, знаете, стала одна семья, лично для меня. У них трое детей, вот, когда младшая дочерь исполнилась 15 лет, вот мама и папа стали бить, ну, тревогу, как бы они задумались, потому что девочке 15 лет, а у нее не проявляется вообще никаких половых признаков, вообще никаких. Ни волосяной покров, ни груди не растут, ну, вообще ничего. И они пошли к врачу, значит, стали девочку обследовать, и им ставят вообще такой страшный диагноз. То, что их дочь вообще лишена каких-то ни было половых признаков. Ну, если так вот говорить таким языком, у нее только задний проход и мочеисплюкательный канал. Больше нет ничего, ни влагалища, никаких внутренних органов, то есть ни мужских, ни женских. То есть, по большому счету, это как бы и не мальчик, и не девочка. Ну, вот по какой-то причине вот так получилось, что как-то раньше ни родители, ни медики не обследовали вот этого ребенка так конкретно. И вот представляете, конечно, это шок. И я потом, когда разговаривала вот с мамой этой девочки, она говорит, когда это услышали, у нас, говорит, было двоякое чувство. Шок, вот такая вот полная рассерденность. А потом мы с мужем поблагодарили Бога за то, что эта девочка разносилась именно в нашей семье, в семье верующих людей. За то, что Бог дал нам мудрость, и мы вкладывали в наших детей понятие ценности человеческой жизни. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства. И наша дочь это знает. И интересно, что врач, который им сказал диагноз, он заранее предупредил. Вы знаете, ваша дочь может впасть в депрессию, у нее может быть суицид, у нее может быть то. Мы вам сейчас советуем обратиться в клинику, к психиатру. Там ее должны проколоть, ее должны пролечить, у нее сейчас будет нарушение в психике. Говорит, ничего такого не было вообще. И вот знаете, вот сейчас о том, что в этой семье вот эта такая трагедия, знает очень ограниченный круг людей. Я вообще даже не знаю, кроме даже нас, кто-нибудь знает или нет. Они по-прежнему в своей церкви, знаете, очень активная семья. Вот эта вот девочка, знаете, очень активный служитель на молодежи. Но сейчас она уже идет дальше в своем служении, потому что у нее уже такой возраст, будем так говорить, замолодежный пошел. Вот, вы понимаете, то есть она это пережила, потому что она знает ценность своей жизни. И мать, и отец смогли ей помочь это сделать. Вообще здорово, правда? Нам вот учиться и понять, что в любом случае мы не всесильны. Нам просто нужно принимать и уповать в любом случае на Господа. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok